Привет, дорогой зритель. Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Ну, зато от запора можно ничего не принимать, что-то меня испугало чертям собачьим. Это я что-то там подвинул, оно шеркнулось. Почему видео сейчас снимается так, дай-ка я гляну, видно тебе или нет. Да, вполне тебе должно быть все видно, потому как большая коробка у нас пришла. Коробка у нас от Xiaomi, 90 это их марка, марка чемоданов. Собственно говоря, почему чемодан? Все просто. В мою крайнюю поездку в Индию чемодан мне окончательно ушатали. Чемодан у меня был для безобразия простенький. Взят он был в Таиланде ровно с одной причиной. Для того, чтобы в нем привезти фрукты. Типа, когда ты их привозишь в корзинках, корзинки выезжают на тележки пустые. Ну, чемодан, собственно говоря, свое отжил. Назначение выполнил. И, собственно говоря, к следующим поездкам надо готовиться. Я думал, 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 искал, ковырял, решил, что Xiaomi мне очень сильно нравится по своему функционалу и внешнему виду. Вот, собственно говоря, он пришел. А данный чемодан это 20-я диагональ. Его можно будет сдавать в ручную кладь. И, собственно говоря, сейчас мы его поближе посмотрим. Для того, чтобы не получилось фигней, я загляну, что же тебе все-таки видно. И расскажу о моих впечатлениях. Значит, что у нас в первую очередь есть. Есть кодовый замок. Вот он у нас находится. А также у нас есть вот такой вот значок. Данный значок, он означает то, что сотрудники безопасности аэропорта своим ключом могут открыть его в любой момент. У них есть универсальные ключи для вот таких вот вещей. Поэтому, когда кто-то начинает кричать, прислали чемодан, место для ключа есть, ключа нету, он немножко неправ. А, значит, особенность чемодана, этого чемодана заключается в чем? У него есть две молнии. Почему две молнии? Потому как мы берем и вот сюда убираем такие вещи, как... Там дальше не открываешься, немножко открывается. Такие вещи, как ноутбук. Ну, какой-нибудь там Air влезет, да. А также сюда умещается, например, планшет. Сюда что-нибудь по мелочи, какие-нибудь зарядочки. Есть еще два дополнительных кармашка и место для ручки, либо стилуса. То есть, когда вы едете с ним, вам не нужно его полностью открывать. Некоторые вещи, которые вам могут понадобиться в аэропорту, вы можете убрать сюда. У простой серии, да, это бизнес там какой-то, да, у простой серии здесь выглядит точно так же. Значит, вторая часть у нас открывается сюда. И здесь мы увидим стандартные вещи для чемодана. Сейчас, где-то здесь молния должна быть. Ну, она же здесь есть, соответственно, где-то. Вот отсюда она заканчивается, отсюда она должна начинаться. Ребята, для меня это абсолютно непонятно. Смотрите. Вот у нас получается... А, нет, вот. Все, нашел. Можно использовать как потайное дно, хотя, в принципе, это бессмысленно абсолютно, по той причине, что все это дело будет просвечиваться на рентгене. Но оно есть. Соответственно, накладываем сюда чего-нибудь. Рубашечки, галстучки. Все это дело застегиваю. Далее у нас есть бумажка. На случай, если у вас вдруг в туалете не будет туалетной бумаги, ее сюда можно использовать. Ну, инструкция на всем понятном китайском языке. Я ее попозже посмотрю. Может быть, чего-то интересное в ней найду. Хотя, вроде, над чемоданом то, что забраться можно. Значит, карман раз. Карман два. И опять все то же самое. Где-то здесь у нас трячется молния. Мы открываем и видим полозик. Не знаю, по мне, наверное, лучше бы вот это место было бы зашито и гладко, с другой стороны, чего-то сюда можно умещать, когда кладем, да, вот это вот небольшое пространство. Оно вполне будет полезно. Вот такой вот не сильно большой чумуаданчик, который, я думаю, можно теперь закрыть. И посмотреть поближе на такую вещь, как ручка. Пленочка нам больше не нужна. Кнопка нажимается мягко. И есть у нее несколько... Вот видите, выходит из пазиков. У нас пазик раз, высота ручки. Пазик два. Пазик три. То есть, несколько вариантов высоты ручки. А следующий уже убрать. Значит, ручка для переноски. И еще одна ручка для, опять же, переноски. Крутятся колесики очень-очень-очень-очень добротненько. Сделаны из не пойми чего. Отдельно, в принципе, я видел, продаются. Значит, что мне немножко непонятно, да? Во всей этой истории мы понимаем то, что в ручную кладь разрешают взять 7 килограмм, как правило, да? Стандартное ограничение. А сам этот чемодан, он уже весит, насколько помню, 2 с небольшим. То есть, в принципе, особо много в него пихать уже будет нельзя. При этом сдавать его в багаж, ну, вот эта вот часть может наступить кирдык. Значит, что у нас в плюсе? Когда вот, да? Например, когда кто-нибудь бодает, чем-нибудь там швыряют, вот эта вот часть, да, и сразу получается жесткость. То есть, в принципе, чемоданчик довольно живучий. Но при этом, если мы будем брать не бизнес, а простой, я рекомендовал бы к нему еще брать чехлы. Ну, как минимум, чтобы он не пачкался и откровенно не царапался. То есть, в целом, я покупкой доволен. Недоволен я единственное только его ценой. Цена по мне достаточно завышенная, учитывая то, что в Китае он... А я сейчас прям посмотрю. Ну, видите, да? С одной стороны, вроде ничего непонятно, с другой стороны, судя по всему, это его артикул. Это его номинование на китайском языке. Это его цена. А в Китае у нас используются юаня. Нет, не юань. Китайские, китайские иены. Юаня, да, китайские юаня. И вот если вот эти 399 юаней перевести в рублей, это будет приблизительно 3600 рублей. При этом, ну, вот ценник солишки сюда какой-то явно высокий. Судя по всему, достаточно много жрет таможня. Вот. И доставка. Ну, опять же, это предположение. Так, ну, единственное, думаю, надо вам все-таки показать, каким образом здесь ставится код, а по умолчанию он 300. Да? Вот мы его ставим, меняем на что-то другое, он уже не открывается. А для того, чтобы сменить код, нужно выставить правильный, ну, по умолчанию это 300. нуля. Слабенькая оказалась штукенция, поэтому мы возьмем ножичек и сдвинем вот эту финтифлюшечку в правое положение. После чего выставим, скажем, код 1.1.2 и вернем ее назад. Да? 1.1.2 у нас работает. Бах! Следующие уже не работают. Хотим его опять сменить. Опять ее включаем и все то же самое. Засим, я думаю, ну, как бы инструкцию к тому, как поставить код, я вам сказал. Ну, вот примерно вот так. Чемоданчик я вам показал. Рассказал. Замеры его делать не знаю, есть ли смысл. Это 20-дюймовый, но не более того, можно сравнить там с моей рукой. Я, ребят, ну, честно, я честно им доволен. Ссылки, как всегда, есть в описании. Засим, думаю, все. Всем всего. До скорых встреч!